Здравствуйте, дорогие любители ММА! Сегодня у нас UFC 232 Jones против Густенсона 2. Событие пройдет 29 декабря в Лас-Фегасе, штат Невада, Соединенные Штаты Америки. Также в главном событии будет еще один титульный бой, там будет Cyberg против Nunes. Итак, Jones, Bones, Jones, 22-1 профессиональный рекорд. Вот, 31 год, 194 сантиметра рост. Проигрывал он якобы только один раз Мэтта Хэмилл в 2009 году, но там он просто забил нелегальными локтями Мэтта Хэмилл, и поэтому ему дали поражение, я не знаю, дисфалификация. После этого была серия из, ну, прям очень много побед. Брэндон Вера, Владимир Матюшенко, Райан Бейдер, Маурисио Руок, Винтон Джексон, Леота Мачидо, Рошад Эванс, Витор Белфорд, Чел Сонин, Александр Густавсон, Гловер Тейшейре, Даниэль Кормье, Овенсен Прю, ну и Даниэль Кормье. Последний раз, только тут ноу-контест, потому что у него там нашли какой-то допинг. Ну и теперь он после отстранения возвращается и будет биться за титул, получается, в полутяжелом весе у Кормье заберут титул. Побеждает он то нокаутом, то решением. Ну решение у него в последнее время постоянно было. Густавсон, Тейшейре, Кормье и Сент-Прю все решениями. Вот этот матч тоже может до решения дойти, я думаю. Типа Джон Джонс решением. Александр Густавсон по кличке Маулер, 18-4 профессиональный рекорд, 31 год, 196 сантиметров рост. Примерно такие же все параметры у него. В последних двух боях одержал победы над Гловером Тейшейрой, нокаутом в пятом раунде и над Яхом Блаховичем решением. Кстати, вот победу над Блаховичем почему-то считали, что ну типа как-то неуверенно он победил. Но на самом деле Блахович очень крепкий боец. И сейчас он, по-моему, в топе, где-то в топ-5, находится в полутяжелом весе, может топ-6. Но до этого Даниэль Кормье в титульном поединке с Политом проиграл в пятнадцатом году, но это уже было давно. То есть в этом году он еще не выступал. Раз в год выступает, по сути. Такой неактивный боец. В отличие от Даниэля Кормье того же. Но судя по двум поединкам, конечно, это были не прям топовые самые бойцы. Даже Кури Андерсон прошел Гловер Тейшейрой. Это о чем говорит. Но в принципе, я думаю, бой будет все равно конкурентным, но Джонс должен справиться. Так, переходим к соглавному событию. Кристиан Жустина против Аманды Нунис. Кристиан Сайборг Жустина. 21 профессиональный рекорд, 33 года, 173 сантиметра рост. Проигрывал только в своем дебютном поединке с Абмишином. Да, с борьбой у него проблемы, но команда Нунис все равно не борец, поэтому бой наверняка будет проходить в стойке. Ну, вот можно разобрать три последних поединка. Тони Эвенджер не является прям топовым бойцом. В третьем раунде, однако, только была нокаутирована. Холли Холм решение. Вот Холли Холм крепкий боец. По-моему, Валентина Шевченко все равно она проигрывала по очкам. Но в том поединке у Холли были шансы даже на победу. Если бы она действовала, например, вторым номером, а не шла вперед башкой и ловила все удары, то, возможно, что-то бы и получилось. То есть был шанс, был конкурентный поединок, в принципе. Ну, с Яной Куницкой понятно. Яной пыталась перевести в борьбу, не получилось. И тут же получился нокаут в первом раунде. Яна, конечно, не топ, прям боец. В отличие от Холли Холм. Ну и Амандо Нонис. По кличке Лайонес, 16-4, профессиональный рекорд. 30 лет, 170 сантиметров рост. В этом весе она будет дебютировать, однако, сразу же в титульном поединке. В том весе и особо бойцов-то и нет. Это вес просто Кристиан Сайбер Джустина. То есть победила она когда-то Ракель Пеннингтон в пятом раунде. Нокаутом. Ну, в том, тот поединок был односторонним, скорее, такое. То есть там конкуренции такой сильной не было. Валентина Шевченко с плитом победила она ее. В принципе, я согласен, что она победила Валентину. Но Валентина как-то не агрессивно, что ли, действовала. Просто пыталась набивать очки. Какие-то пять раундов танцев. В общем, такой незрелищный поединок получился. Ну, Ронда Роузи понятно. Короче говоря, слишком сильной оппозиции, кроме вот Валентины Шевченко, пожалуй, у нее не было. Я не считаю, там, Ракель Пеннингтон какой-то топовой прям спортсменкой. В габаритах, получается, преимущество будет у Сайборг. Но и у Нунис будут шансы. Я думаю, будет конкурентный поединок примерно такой же, как с Холли Холм. Ну, конечно, предпочтение Джустина. Можно рискнуть и на Нунис поставить, конечно. Мало ли что произойдет. Так, и что там букмекеры могут предложить? Линия. Итак, на Джона Джонса 1.37. На то, что больше 4.5, то есть дойдет до решения 1.8. Можно рискнуть, конечно, на такую поставить. Мне кажется, дойдет до решения. На Густавсона 3.63. Довольно, ну, заманчивый коэффициент, конечно. 3.63. И Сайборг против Нунис. Здесь на Сайборг 1.4. На то, что дойдет до решения 1.8. Ну, тоже неплохой коэффициент, кстати. На Нунис даже меньше, чем на Густавсона. 3.44. Так, идем дальше. Третий по важности поединок будет. Карлос Кандид против Майкла Кьезе. Ну, будем разбирать. Давайте. Карлос Кандид по кличке Natural Born Killer. 30.12. Профессиональный рекорд. 34 года. 188 сантиметров рост. Четыре подряд поражения от Робби Лоулера, Демиана Майи, Нила Магни и Алекса Оливейры. Ну, вот, кстати, у него проблемы с борцами. Как раз таки. А Майкл Кезе, типа, неплохой борец. Таким образом, у него могут возникнуть проблемы. Очень побеждает мало в последнее время вообще. Последняя победа в 15-м году над Тя Галвисом после этого дни поражения, к сожалению, от тех, кто умеет набрасывать сабмишены, либо просто решением от тех, кто старается вести поединок в стойке. Майкл Киеса. По кличке Маверик. 13.4. Профессиональный рекорд. 31 год. 185 сантиметров рост. Поиграл Антонью Петтису. Треугольник армбар. И Кевин Улит тоже удушающим. Ну, сабмишен. Тем не менее, до этого были повержены Банил Дарью, Штюммиллер и Митч Кларк. Здесь, я не знаю, я за Киесу, потому что у него все-таки борьба, а у Кандита ее нет. В чем разница? Больше ключей к победе это называется. На Кандита. На Кандита аж 2.65. 55 на Киесу. Маловато, маловато, конечно. Так, идем дальше. Ильер Латифи против Кори Андерсона. Интересный поединок. В полутяжелом весе. Пятый, шестой номера. Не знаю, почему это не третий по важности поединок, а четвертый. Ильер Латифи по кличке Следж Хаммер. 14.5. Профессиональный рекорд. 35 лет. 173 сантиметра рост. Что-то больно низкий он такой. 173. Тут, наверное, ошибка какая-то. В последних двух боях он одержал победу над Овинсом Сент-Прю. В первом раунде. Удушающим. И над Тайсоном Педро решение. В принципе, такие грозные бойцы довольно. Ну да, Райану Бейдеру он проиграл, но зато до этого опять же была серия из побед. Стрингер, О'Коннелл и Виланте. Однако Блахович он когда-то тоже проиграл. Интересно. Ну, такой боец залетный, но крутой, но иногда ему не везет, что ли. Кори Андерсон. По кличке Овертайм. 1.4. Профессиональный рекорд. 29 лет. 191 сантиметр рост. Гораздо выше типа, если бы там было 107. Но нет, он, наверное, там ошибка все-таки. Да, он высокий, но Ильер Латифи, наверное, 183. Ну, в общем, разница в росте все равно будет. Ну, уж точно не 20 сантиметров. Победил Гловера Тейшеру, чем всех удивил решением. Патрика Каминса. Это понятно. Ну, вот зато Овенсу Сент-При он проиграл в третьем раунде. Хед-кик. А вот Ильер Латифи, Овенсу Сент-При побеждал как раз-таки. Так вот, неужели Кори Андерсон так смог развиться за год? Я здесь за Ильера Латифи все-таки думаю, потому что он, во-первых, не пробитый, не такой пробитый, как Кори Андерсон. А удары накидывать очень, может, тяжелые. Да и болевые, может, и удушающие тоже накидывать. В принципе, ключей для победы у Ильера Латифи больше. Ну и сейчас посмотрим, что там на блокмейкерской конторе. Ильер Латифи, 1.69. Ну, такие кэфчики, конечно. Уже то ли просадили, то ли что. Слишком поздно я сел записывать это. Чет Мендес против Алекса Волкановски. Чет Мендес вернулся после дисквалификации из-за допинга и поддержал победу. Это будет уже второй бой после перерыва в карьере. Чет Мендес по кличке Мани. 18.4, профессиональный рекорд, 33 года, 168 сантиметров рост. Вот Майлса Джури он отправил в нокаут в первом же раунде. В этом году. До этого проиграл Фрэнки Эдгару и Конору Макгрегору. Он только лучшим, получается. Рикардо Ламасов выиграл нокаутом в первом раунде. Ну, это уже в 15-м было, да. В принципе, то, что было в 15-м, это уже неинтересно. Вышел в хорошей форме, нокаутировал Майлса Джури. Но Майлса Джури мне не нравится. Он такой среднячок или там полусереднячок даже. Такой, всегда который будет на задворках топ-15 в Майлс Джури. А вот Александр Волкановский по кличке The Great. 18.1, профессиональный рекорд, 30 лет, 168 сантиметров рост. Вообще, проиграл последний раз в 2013 году. А в UFC выступает с 2016 года и очень успешно. Вот Юсуки Касуя победил, граунд и паунд во втором раунде. Мизута Хирота решением, Шейн Янг решением. Джереми Кеннеди, граунд и паунд во втором раунде. И Даррен Элкинс решением. Ну, самых топовых-то не было бойцов. Были какие-то вообще ни о чем. И здесь противостояние 50 на 50. Но это будет жесткая проверка Алексу Волкановске, который не знал поражений. Ну, наконец, ему дали нормального бойца, получается. Чет Мендес умеет и бороться. А умеет ли бороться Алекс Волкановский? Ну, наверное, не так сильно, как Чет Мендес. Затрудняюсь, конечно. Хотелось бы на Волкановске поставить. Ну, а Волкановский, наверное, будет здесь андердогом, и я бы его забрал, наверное. Сейчас посмотрим. Да, но он небольшой андердог за 2.30. Ну, учитывая, что здесь 50 на 50 для меня. Ну, я на Волкановске бы поставил, да. Лучше. Лучше на Волкановске. Хотя проголосую, наверное, за Мендеса. Но не факт, а может и за Волкановский. Ну, в общем, тут для меня 50 на 50. Андрей Орловский против Волта Харриса. Ну, веселенько. 16-й номер против 30-го. Не знаю, я за Волта Харриса, я думаю. Нокаутом в первом раунде возможно. Неужели Андрей научился велосипеду и сможет избежать грозных атак своего соперника, у которого очень мощный нокаутирующий удар. Андрей Орловский против, Андрей Орловский по кличке Питбуль, 27-17. Профессиональный рекорд, 39 лет, 191 сантиметр рост. В последних двух боях были поражения. А Тая Туеваса решениями от Шамиля Абдурахимова тоже решениями. Но удивительно, что он начал проигрывать решениями. До этого было две победы решениями над Штефаном Штруве. Стефан Штруве против. И Джуниор Альбини тоже решением победил. Но это были не самые нокаутирующие пацаны, а вот которые уже потяжелее бьют Тай Туевасы. В частности, здесь было проиграно. Но удивительно, что бой дошел до решения с Тайем Туевасом. Ну и при этом у Орловского там были шансы. Но вот, учитывая его прошлые поражения и пробитость, я вот как-то на Орловского никогда, наверное, не буду ставить и голосовать за него. Ну ладно, его соперник Волт Харрис. По кличке The Big Ticket. 11.7, профессиональный рекорд. 35 лет, 194 сантиметра рост. Последний бой одолел Даниэль Шпицца нокаутом во втором раунде. До этого проигрывал Марку Готбиру. Ну это потому, что нелегально там его ударил. И Фабрисию Вердуму, потому что он бороться не умеет совсем. Зато Серил Аскера через Ашермана отправил нокаут в первом и втором раундах, соответственно. Муж Шамиль Абдорахимов с притом проиграл в 16-м. Ну, я думаю, Волт Харрис и, скорее всего, нокаутом идет до решения. Кстати, на Волта Харриса 1.7. То, что не дойдет до решения 1.76. И то, и другое вообще жирно как-то, я считаю. Берите, что хотите. Что ж, на Волта Харриса можно вгрузиться, я думаю. Вот это вот ставочка вообще. Просто шок. Меган Андерсон против Кэт Цингана. Меган Андерсон. 7.3 профессиональный рекорд. 28 лет, 183 сантиметра рост. Последний бой прыгала Холли Холм, но не мудрено, конечно. До этого выступала в Инвикте, в которой я не силен. Но и там странные рекорды у девушек. 1.0.3.3.4.3.9.5. Ну, по крайней мере, она их забивала досрочно. То в третьем, то в первом, то в втором. Однако Синди Дондуа проиграла удушающим. Кстати, у нее, похоже, с борьбой проблемы. Сможет ли Кэт Цингана ее перевести? Кэт Цингана по кличке Альфа. 10.3 профессиональный рекорд. 36 лет, 168 сантиметров рост. Выиграла у Марион Рено решением. Кэтлин Виера проиграла с плитом. Жулиане Пенни проиграла. Ронди Роузи проиграла. Ну, понятно. Она когда-то даже Аманду Нунис побеждала. В 14-м году Кэт Цингана. Ничего себе. Удивительно. Иракель Пеннинтон бежал. И Мишу Тейт. Не знаю, не знаю. Кэт Цингана, конечно. Мощь. Потом, я не знаю, у него какой-то застой случился. Или что такое. Три поражения подряд. Но послужной список Кэт Цингана вообще внушительный. Очень. То есть... Не знаю. Цингана решением что-нибудь такое. Ого! А нет, все верно, все верно. Кэт Цингана здесь фаворит. То, что идет до решения. 1.48. Кэт Цингана победит решением судей. Да, 2.55. Скорее всего. Так, давайте. Еще осталось 6 поединков. Петр Ян против Дугласа Андраде. Тут уже понятно, кто победит. Вопрос как? Скорее всего, нокаутом. Петр Ян по кличке No Mercy. От 10-1 профессиональный рекорд. 25 лет. 169 сантиметров рост. После него проигрывал Магомеду Магомедову. И то с плитом в 2016 году. Правда, потом у него взял реванш в 2017. Выступал он в ACB. Был чемпионом. Матова Саматаса победил нокаутом в третьем раунде. Потом перешел в UFC. В первом раунде нокаутировал Терута и Шихару. Потом дрался с Джису Цоном. Которого выиграл только решением. Но тот принял на себя просто тонну ударов. И выдержал. Устоял. И решение победы Петра Яна. Его соперник Дуглас Андраде. По кличке De Silva. 25-2 профессиональный рекорд. 33 года. 170 сантиметров рост. Однако он побеждал Марлона Веру. Решение. Это будет уже крепкий соперник. Да, Робу Фонту проиграл удушающим. Но здесь прибыта не будет. Здесь будет просто бой в стойке. Генри Брионесов побеждал Коди Гибсона. Решением. Правда, Зубарри Тахугу проиграл решением в 2014 году. Но это было давно слишком. То, что он выиграл Марлону Веру. Это, конечно, большое ему уважение. Конечно, у Петра будет бокс лучше. Но бокс это еще не ММА. Как показал бой Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером. Так. Ну и что на Петра Яна сколько? 1.39. Ну, кто любит риск, можете поставить. Буллас Андраде. Победа Петра Яна решением. 2.35. Не знаю. Здесь вот Петр Ян, конечно, фаворит. Но, блин, он должен здесь идти за 1.5 хотя бы. Потому что соперник сейчас не такой проходной, как раньше. Но это хорошая проверка для Петра. Биджей Пен против Райана Холла. Вот никак не уйдет на пенсию. Биджей Пен по кличке Продиджи. 16-12. 2 профессиональный рекорд. 40 лет. 176 сантиметров рост. Последних раз. 2-3-4-5. В 5 боях он проиграл. Не выигрывал он уже с 10-го года. Серьезно. Зачем он дерется? Там была только одна победа. До этого были 2 поражения Фрэнке Эдгару. Опять же. Просто нереальное количество поражений. Но поражения это, конечно, кому? Нику Диасу, Рори, Макдональду, Фрэнке Эдгару, Реаиру Родригесу. Ну и все-таки Денису Сиверу он тоже проиграл. Ладно, посмотрим, кто такой Райан Холл. Райан Холл по кличке Wizard. 6-1, профессиональный рекорд, 33 года, 178 сантиметров рост. Побеждал Грея Мейндерна и Артема Лобова. Не самые сильные соперники, конечно, но все же. Все равно, я думаю, я бы на Райан Холла зарядил все равно. На него 1.22. То, что бой не дойдет до решения. 2.5. Не то, что Райан Холл победит решением судей. Нет, 1.95. Ну, мне кажется, то, что тотал меньше 2.5 нормальная, наверное, была приставка. На BJP на 4.85. Ну, так-то много, конечно. Но, конечно, он уже не тот совсем. Без химии. Да, и в Саде постаралась, конечно. Выпали прям очень много крутых бойцов. Брайан Келлихер против Монтелла Джексона. По мне так здесь Брайан Келлихер, конечно, фаворит. Брайан Келлихер по кличке Бум. 19.9, профессиональный корт, 32 года, 167 сантиметров рост. Проградал Джону Линнекеру в третьем раунде. Левым хуком. Ренан Барау побеждал, Дэмина Анастасика побеждал. Но Марлен Вери проиграл армбаром в первом раунде. Тем не менее, Юлия Алькантаром побеждал. Ну, в общем, прям топовым бойцам он, наверное, будет проигрывать. Но, которые середнячки, он их побеждает. Таких, как Ренан Барау, который когда-то тоже, опять же, был топом, но теперь середнячок. Монтелл Джексон по кличке Квик, 6.1, профессиональный корт, 26 лет, 178 сантиметров рост. Рикки Симону проиграл решением, до этого побеждал. В данном байд-котендер сериас Рика Дискульо. Такой сырой боец. Я думаю, Келлихер здесь расправится с ним без проблем особых. Надеюсь, конечно, он не такой стабильный прям боец, но наверняка... Кстати, а здесь он андердог почему-то. Почему? А Келлихера 2.25. Я за Келлихера, не знаю. Может, я и не прав, конечно. Но что-то мне показалось, что Келлихер лучше, чем Монтелл Джексон. Натаниэль Вуд против Андрея Ивуэла. Натаниэль Вуд, 14.3, профессиональный корт по кличке... Натаниэль Вуд по кличке The Prospect. 14.3, профессиональный корт, 25 лет, 168 сантиметров рост. У него впечатляющая серия побед. Он выступал даже в Беллатере. Потом выступал в Кейдж Вариорс. Побеждал нокаутами, то во втором, то в первом раунде. Ну и в UFC выступил и победил Дарси Чоуком Джонни Эдуардо. В принципе, крутой боец. Андрея Ивилл, 14.4, профессиональный рекорд, 30 лет, 180 сантиметров рост. Тоже неплохой боец. Умеет и нокаутировать своих соперников, и сабмишины накидывать. Дарси Чоук также. Однако с реном Брау с плитом только победил. Не знаю, здесь для меня 50 на 50. Может даже Вуд немножко лучше, возможно, немножко лучше. Правда, с топами прям он не дрался. Ну и что там по ставкам? Ну, примерно одинаково, да. И НТЛ Вуд, 1.86. Ну и давайте уже последние поединки. Затянулось много боев. Юрайя Холл против Бевана Льюиса. Интересное противостояние средних весов. Юрайя Холл по кличке Прайм Тайм. 13.9, профессиональный рекорд, 34 года, 183 сантиметра рост. Последний бой Паул Костов проиграл нокаутом во втором раунде. До этого Криштофа Йотко победил нокаутом во втором раунде. До этого были три поражения от Геграда Мусаси, Дерека Брансона и Роберта Витакера. Но он дрался просто с суперскими ребятами. Просто с суперскими. Теперь ему дали чуть-чуть попроще оппонента. Наконец-таки. Бевана Льюиса по кличке Extraordinary Gentleman. 6.0, профессиональный рекорд, 27 лет, 91 сантиметр рост. Но опять же он пришел через Дана Вайт Контендер Сериас. Там, где нокаутировал Элтона Каннингема. До этого вообще были соперники так себе. Если бы у Юрая Холла была борьба, тут вообще вопросов не было. Но у него ее нет, по-моему. И все решится в стойке. Тут, конечно, я даже не знаю. На Юрая Холла 91, на Бевана Льюиса 2. Действительно сложно здесь делать выбор. Но так как Юрая Холл уже получил очень много урона. Бевана Льюис еще не пробитый молодой проспект. Сложно, сложно, конечно. Но я думаю, Юрая уже не тот. Наверное, он закончит карьеру. Возможно, после этого поединка. Если проиграет. А проиграть он может вполне. Не знаю, Беван Льюис. Молодой, голодный до побед. А Юрая Холлу уже нечего доказывать. Прошлые бои были с более известными соперниками. А теперь, зачем он все еще бьется. Ну, это надо спрашивать у Би-Джиа Пенна. Откуда там вообще берется? Наверное, они чувствуют в этом смысл жизни, что ли. Чувствуют себя живыми, когда дерутся. Ладно, поехали. Кертис Меллинер по кличке Кюртиос. 16-3 профессиональный рекорд. 31 год, 188 сантиметров рост. Побеждал по самим бою Макса Гриффина. До этого Тиа Галвиса нокаутом во втором раунде с колена. Ну и дальше в ЛФА выступал. Ну, в общем, очень крутой боец. Если проигрывал, то решением, либо удушающими приемами. То есть, у него есть огромные проблемы в борьбе. А Сиярба Хадрузада, по-моему, имеет представление о борьбе. Сиярба Хадрузада по кличке The Great. 24-6-1 профессиональный рекорд. 34 года, 181 сантиметр рост. Побеждал Луана Чагаса, Роба Уилкинсона и Брэндона Тача в последних трех боях. Однако Джону Ховарду, Дону Хьюн Киму он проигрывал решениями. Ну, знаете, мне все равно это не волнует ни его борьба, просто этот соперник его, Кертис Меллендер, он больно хорош. У нас победил Макса Гриффина, я тогда вообще был в шоке. Ну да, на Кертиса Меллендера 1.68 всего лишь. Это очень мало. Теперь смотрим, что думают подписчики Topology по поводу этого карда. Джон Джонс решением, как я и говорил. Райан Холл решением. Да, возможно, конечно. Джон Джонс 70%, Кристиан Джустино 82%, Кьезо 60%, Латифи 78%, Мендес 64%, Орловский против Волта Харриса 50 на 50%. Интересно, почему так. Так, Андерсон Цингана тоже 50 на 50 считает практически, 53%. Андерсон Цингана 47%. Видимо, из-за внушительных размеров Менган Андерсон, которая только может, что в стойке, а в борьбе вообще просто вилы. Ян 89%, самый уверенный на этом турнире, фаворит. Райан Холл, или что это? Райан Холл, это который с BJP нам будет биться, 81%. Келлихер 73%, Натаниэль Вуд 66%, Юрай Холл 69%, и Кертис Меллендер 81%. На этом все. Спасибо те, кто досмотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok